Глубоко уважаемый Алексей Сергеевич, глубоко уважаемые коллеги. На самом деле название моего выступления, оно в принципе немножко провокационно. По одной простой причине. Теория принятия решений фармакоэпидемиологии – это нонсенс. Потому что фармакоэпидемиология – это часть теории принятия решений, как она была разработана, начиная с 30-х годов XX века. Поэтому, соответственно, хочется немножко в принципе обсудить влияние теории принятия решений на то, что происходило сейчас, и то, как это может привести к улучшению стандартных фармакоэпидемиологических моделей, которые существуют у нас в настоящий момент. В основе всего, на самом деле, лежала работа Джона фон Неймана и органа Моргенстерна, которая называлась «Теория игры и экономическое поведение», опубликованная в 1944 году, и она была посвящена принятию решений в условиях неопределенности. Это нормативная теория, то есть это теория, которая говорит о том, как себе человеку необходимо вести, то есть как разумный человек в условиях неопределенности должен себя вести для того, чтобы добиться наилучшего результата. Она не говорит о том, как люди в реальности себя будут вести, потому что человек не всегда ведет себя как разумное существо, несмотря на то, что он очень гордится тем, что он существо разумное. Этим из серии он отличается от животного. Что характерно для теории игр? Для теории игр характерно, во-первых, что игра может быть либо парной, либо множественной. То есть когда идет игра один на один, либо один на какую-то пару. Но когда у нас идет парная, множественная игра, то в этом случае могут формироваться коалиции. И в этом случае, когда мы говорим про коалиции, то мы возвращаемся к парной игре. С формальной точки зрения, с точки зрения теории игр, взаимоотношения между врачом, пациентом и заболеванием, природой в данном случае, это множественная игра. Но поскольку имеется устойчивая коалиция, это врач и пациент, то мы рассматриваем чаще всего эту ситуацию как парную игру. Вторая очень важная вещь, про которую мы должны помнить, когда мы говорим про теорию игр, она заключается в том, что у нас противник, который выступает против нас, он может быть двух типов. Это противник, который является злонамеренным, то есть который сделает все, чтобы вам напакостить. Если вы поступили вот так, он пойдет и найдет наихудший для вас вариант. На самом деле это хорошо, потому что вы можете предсказать действия противника. В реальности в фармакоэкономике и вообще в экономике здравоохранения используется немножко другой вариант, а именно противником является природа. Да, о природе, собственно говоря, наплевать, что произойдет с человеком. И это осложняет принятие решения, потому что мы не знаем, может быть будет лучше, может быть будет хуже. Представьте себе, что вы стоите около пешеходного перехода, поблизости стоит машина, да, с включенным двигателем, и вы понимаете, что водитель, который сидит за рулем этой машины, он хочет вас сбить. Вы понимаете, что в том случае, если вы знаете, что он вас хочет сбить, вы не пойдете на пешеходный переход. Хуже ситуация другая, когда вы не знаете, и вы не понимаете, если вы как только встанете на пешеходный переход, он надавит на газ, или он вас пропустит. И это мешает принимать решение. На самом деле, все начиналось с так называемого разбора дилеммы заключенного. Наверное, одна из наиболее известных историй в теории игр, наверное, слышали про эту дилемму заключенных. Два человека попались на мелком воровстве. При этом их разъединили. А если один сознается, второй не сознается, тот, кто сознается, получит ничего, а второй получит полный срок. Если оба сознаются, они получат сниженный срок. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, в рамках этого вырабатывалась стратегия. И было показано, например, на теории, на дилемме заключенного, что очень важным является горизонт игры. Если горизонт игры один раз, то лучше всего своего партнера слить. Сразу же. Это самая выгодная позиция. В том случае, если вы надолго, то в этом случае лучше всего играть в молчанку. Вот. То есть, на самом деле, да, и серии наших коллеги по ту сторону зарешеченных окон, они очень хорошо ориентируются в этом, несмотря на то, что они Боргенштерна не читали. На самом деле, следующий вариант, который мы должны обязательно учитывать, когда мы говорим про теорию принятия решений, это полезность исхода. Насколько привлекательна данная альтернатива? Здесь есть несколько, я несколько раз буду повторять это, но тем не менее. Несколько вариантов получения этих самых полезностей исхода. Во-первых, это стандартная азартная игра. Это механизм, при котором нас спрашивают. Представьте себе, что вы находитесь вот в таком-то состоянии. Представили? Представили? У вас есть две двери. Вот в эту дверь, если вас закатит на каталке, у вас вероятность то, что вы 90% умрете, но 10% за то, что вы выздоровеете. А вторая дверь, вы останетесь навсегда в этом состоянии. Какую дверь вы выбираете? Вы говорите, что? 10% только выжить? Лучше уж я в таком состоянии побуду. И таким образом меняются постепенно проценты до тех пор, пока человек будет говорить, да я, в общем-то, и не знаю. И туда нормально, и сюда нормально. Второй вариант – это временная эквивалентность. Не совсем адекватная методика. Считается, но зато наиболее простая. Сколько лет жизни или месяцев жизни вы готовы отдать за то, чтобы избавиться от данного состояния? Еще один вариант – это согласие заплатить. сколько люди реально платят за состояние здоровья? Это тоже очень интересная штука, потому что в реальности люди говорят, что здоровье у нас наивысшая ценность. Потом, когда их спрашивают, сколько вы готовы денег отдать на лечение? Они говорят, да ничего мы не готовы отдавать на лечение. Пусть государство за все платит, а мы сами ничего не дадим. Ну вот. А затем третий вариант – это когда они покупают детекторы дыма себе в дома, для того, чтобы случайно не угореть. И вот это вот как раз и получается реальная ситуация, при которой человек готов заплатить за снижение риска. Ну и всякие разные визуальные аналоговые шкалы. А в реальности вот все разговоры по поводу того, что нам надо делать, что нам не надо делать, они пришли из решения британского, прошу прощения, американского суда. Судья, так называемое правило Хэнда, судья Лорн Хэнд заинтересовался вопросом, ему, вернее, задали вопрос, когда человек является небрежным, а когда человек не является небрежным. Там история была, что баржа вытолкала, значит, вернее, баржу, буксир вытолкала в море, несмотря на штормовое предупреждение. А вытолкал он ее, потому что на буксире не было радио. И, соответственно, возник вопрос, являлось ли небрежностью со стороны капитана буксира не иметь радио в тот момент, хотя радио в тот момент было достаточно дорогое. И вот как раз Лорн Хэнд сказал, что если стоимость произведения радио на вероятность того, катастрофических потерь, которые могут быть, оно ниже стоимости радио, то тогда он обязан был. Да, если он этого не сделал, он неразумный человек. Соответственно, для каждой проблемы в этой ситуации мы определяем лицо, которое принимает решение, возможные альтернативные варианты, события и исходы, и конструируем так называемую платежную матрицу. Платежная матрица это для каждой комбинации действий или решений и событий, указывающие общий выигрыш или потери в определенных единицах. Сейчас я покажу просто на примере, будет немножко проще. Простейший вариант оценки правила этой самой платежной матрицы это правило Лапласа. Грубо говоря, усредненное значение, усредненное ожидаемое, усреднение показателей по строкам платежной матрицы. Ну и как я уже говорил, мы можем выбирать разные. Ну вот максиминная стратегия, например, вот посмотрите, пожалуйста, платежная матрица, либо мы строим новую больницу, либо мы расширяем существующую больницу, различные варианты нынешней стоимости, NPV, net present value, стоимость на настоящий момент, и выбираем. Если мы являемся оптимистами, мы смотрим на самую последнюю цифру, 44, 27, на самая большая, мы будем надеяться, что мы вот столько выиграем. Но это не всегда так происходит. Если мы являемся пессимистами, то мы тогда, соответственно, будем смотреть на наименьшие потери, так называемые минимаксные критерии, из всех возможных потерь это будет наибельче, то есть 0,2. И тогда мы выбираем расширение клиники в качестве стратегии, которую мы используем. Кстати, одно из первых применений платежной матрицы было описано Блазом Паскалем, а в его, может быть, вы слышали про такое, может быть, нет, в его произведении, которое называется Пари Паскаля. Пари Паскаля заключается в следующем, должен ли разумный человек верить в Бога? представьте себе четырехпольную таблицу, да, а здесь известно, ну вот как здесь примерно, да, вот примерно как здесь, да, у нас вот здесь вот известно, это то, что мы решаем, это наше решение, а это решение природы, что произойдет. Соответственно, здесь у нас будет верю в Бога, не верю в Бога, здесь Бог есть, Бога нет, да, ну, соответственно, есть некая вероятность существования Господа. Теперь вопрос, должен ли разумный человек, и при каких условиях разумный человек должен верить или не верить в Бога? Давайте посмотрим, какие у нас есть результаты в этой платежной матрице, что мы получаем. Итак, мы решили верить, Бог есть, мы попадаем в райские кущи навсегда, то есть получаем плюс бесконечность удовольствий. мы решили верить, Бога нет. Мы отказались от какого-то количества конечных земных удовольствий, да, но конечное количество земных удовольствий. Здесь отказались верить в Бога, Бог существует. Ну, вот теперь, ребята, вам не повезло. Попадаете в гиенну огненную и будете там гореть до конца дней своих. А вариант номер два, Бога нет, его действительно нет, и вы не верите. Но в этом случае вы выиграли некое конечное количество земных благ. Так вот, если вы теперь задумаетесь, да, ну, например, первая строчка, да, решили верить в Бога. П умножить на плюс бесконечность минус единица минус П умноженное на К, да, плюс бесконечность минус любая величина является плюс бесконечность. Аналогичным образом здесь минус бесконечность умноженная на П минус там и так далее конечная величина, да, опять-таки здесь будет минус бесконечность. То есть, иными словами, эта матрица, ожидаемая, эта платежная матрица, для разумного человека всегда сворачивается в стратегию «надо верить в Бога». В противном случае вы проиграете. Для разумного человека, я еще раз подчеркиваю, для разумного человека. Значит, соответственно, еще одним вариантом, по которому мы можем оценивать нашу матрицу, платежную матрицу, это так называемая метод Savage или матрица разочарования. Матрица разочарования – это мы ожидаем, а теперь мы говорим, а что произойдет, если оно действительно реализовалось. Вот ситуация реализовалась. Значит, соответственно, вот она реализовалась. В результате здесь у нас, например, получается 11.85. Это сумма вот всех этих показателей, да. Здесь у нас 2.99, и по минимаксному критерию мы получаем 2.99. То есть, как видите, анализ платежной матрицы, он, в принципе, достаточно простой. Остается только вопрос о критериях исходов и оценок. Ну, откуда мы будем получать, как я уже говорил, вот все эти полезности? Один вариант – это мы будем вручную делать это стандартной азартной игрой. Это все достаточно долго. Одно время эти данные просто табулировались. Ну, вот в частности, здесь такой пример затабулированных данных для удобства применения их в клиническом анализе принятия решения. А вариант номер 2, который сейчас используется чаще всего, это Eurocall 5D. В различных его вариантах, в различных его модификациях, различные переходы из SF36, но, тем не менее, да, соответственно, у нас 5 доменов, по которым мы оцениваем деятельность. То есть, вернее, не мы оцениваем, а репрезентативная группа оценивает состояние, и мы приходим к выводу о том, насколько в кавычках, естественно, полезно такое состояние на шкале от нуля до единицы, где ноль – это, соответственно, смерть, единица – это, соответственно, полная жизнь. А в результате мы получаем уже упоминавшийся такой хороший инструмент, как кволи, да, в идее мы, по идее, мы должны жить всю нашу жизнь счастливо, просыпаться утром здоровыми, ложиться вечером здоровыми, да, и в один прекрасный день просто не проснуться. И тогда у нас будет 100% кволи. В реальности мы просыпаемся, у нас болит, мы встаем, у нас болит, и, как известно, есть поговорка, что если вам за 50 вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Вот, поэтому, соответственно, вот этот показатель кволи, он достаточно интересен, он часто используется в качестве сравнения. Второй показатель, который сегодня уже упоминался, это показатель Дали. Дали как показатель, тоже довольно интересный показатель, это фактически кволи. Вот это вот ЕЛД, да, года потерянные для нетрудоспособности, и, соответственно, ЕЛЛ, дополнительный комплекс, который, соответственно, показывает нам, сколько человек не дожил до максимальной продолжительности жизни. Здесь хочу сразу же вас предвести речь, когда будете читать работы по поводу Дали. Обратите, пожалуйста, внимание, Всемирный банк и ВОЗ несколько раз меняли методику определения Дали, методику ее расчета, и, соответственно, с формальной точки зрения, волны вот этих самых расчетов Дали, они несравнимы друг с другом. Да, то есть последнее время, например, ВОЗ вообще отказался от дисконтирования, отказался от учета различной производительности труда и качества жизни в разных группах населения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, обращайте внимание на то, каким образом было получено более того, если исходно весовые коэффициенты для Дали получались путем опроса экспертов, то весовые коэффициенты для ГБД-2010 и позднее уже получались путем опроса репрезентативной выборки. Анализ стоимости за кволи подвержен многим неопределенностям и нестыковкам ввиду природы используемых переменных и их интерпретаций. Страны, ориентированные на стоимость кволи, не обязательно тратят меньше средств на онкологию, но пациенты при этом могут страдать в большей степени. То есть, иными словами, кволи – это тоже не панацея. И, как вы знаете, в так называемом акте Обама Кэра, приемлемая медицинская помощь, там было напрямую запрещено использовать кволи как механизм рационирования, то есть, как механизм распределения, скажем так, средств на лечение. Кроме того, на что мы еще должны обращать внимание? На ошибочность человеческого суждения. Люди очень часто смещают свои положительные оценки в пользу знакомого, эвристика, репрезентативности. Известная фраза, что если вы… Известный миф студентам-медикам. А фраза, что если вы на улице слышите стук копыт, и вы собираетесь подойти к окну, то вы ожидаете увидеть лошадь, а не зебру. Да, то есть, мы ожидаем то, что мы ожидаем. И второе, люди смещают положительные оценки в сторону недавнего запоминающегося или успешного опыта. Эвристика доступности – тоже известная штука, когда врачи начинают внезапно ставить подряд редкие заболевания. Они одно редкое заболевание поставили правильно, а затем другие редкие заболевания начинают ставить вслед за ним. Они начинают всюду видеть эти редкие заболевания. Соответственно, альтернативой является так называемый мультикритериальный анализ принятия решения. Что это такое? Это комплекс формальных методов поддержки принятия решений, применяемых в различных областях научного и практического знания, и которые позволяют учитывать множество критериев при принятии решений с учетом их относительной важности, то есть их весов, весовых категорий. То есть мы не просто берем и перечисляем какие-то критерии, но мы еще особым образом присваиваем этим критериям веса. На самом деле мы должны понимать, что как стоимость анализ, эффективность анализ, полезность являются тоже аналитическими методами сравнения различных используемых ресурсов. Формально они тоже мультикритериальные, но их обычно не принято рассматривать как такие, как таковые, потому что там в результате уже сразу получается одна единица. А в чем преимущество мультикритериального анализа принятия решений перед неформальным принятием решений? Это открытая понятная методика, выбор целей и критериев. Если покажется, что они не одинаковые, это все можно обсуждать. Оценка, как показатели соответствуют критериям, может быть передана другим людям. И что очень важно, если используются ранги и весовые коэффициенты, то это ослабляет документальный след. Да, то есть мы всегда можем проследить, каким образом люди пришли к этому выводу. И мы можем атаковать не личность, как говорится, мы можем атаковать методику, которая была выполнена. И тогда, соответственно, авторы этой методики могут объясниться и сказать, что да, мы делали вот такие-то допущения, и в рамках анализа чувствительности мы все равно уверены в наших решениях. Последовательность проведения МКАПР довольно проста. Это мы устанавливаем цели, определение качественной признаки, соответствующей каждой цели, структурируем качественные признаки по иерархическому принципу. Разрабатываем варианты решения, которые необходимо оценить в соответствии с выбранными критериями. Определяем важность критериев и назначений для каждого. Оцениваем альтернативы, объединяем множество бальных оценок и оцениваем полученные результаты. Ну вот, соответственно, она идет постепенно. Я не буду детально останавливаться. Если кому-то интересно будет, я потом могу просто сбросить презентацию, поскольку времени немного уже остается. Что очень важно, что на начальном этапе лица, планирующие мультикратериональный анализ, принятие решений, они должны принять, вовлечь в этот процесс так называемых ключевых игроков. То есть лиц, которые могут сыграть полезную и значимую роль капр. И заинтересованных лиц, так называемых стейхолдеров, которые заинтересованы финансово или иначе в принимаемом решении или его последствиях. То есть вот это вот тоже нужно четко понимать, что когда мы принимаем какое-то решение, у нас не все выступают «за». То есть как только нам говорят, что вот мы придумали что-то новое, тут же появляется «да, но». При определении критериев очень важно различие между конечными задачами анализа и инструментами. И, соответственно, например, критерий продолжительности жизни, он фундаментальный. Эффективность скрининга для выявления рака желудка, он инструментальный. Естественно, мы должны стараться ориентироваться на фундаментальные. А какие были предложены критерии? Ну вот это из-за работы 2016 года. Дополнительный терапевтический эффект инновационности, улучшенная эффективность действий, лучшая безопасность, новые технологии, которые позволяют удовлетворять неудовлетворенные медицинские потребности, качество жизни пациентов, членов семьи и лиц, ухаживающих за пациентами, экономическое воздействие, экономический эффект с точки зрения всего общества, приоритеты системы здравоохранения, тяжесть заболевания, скорость прогрессирования, важность заболеваний для системы здравоохранения и клинические рекомендации международные стандарты. Кроме того, это продолжение того, что было предложено, полнота информации в местных международных клинических рекомендациях, препарат одобрен признанными организациями, реализациями Всемирной организации здравоохранения, FDE, имя европейским агентством, качество доказательств, частота и сопоставимость данных, относимость и достоверность данных, качественные критерии – это равенство и доступность. Ну и, наконец, если мы говорим про другие, то это устойчивость деловой модели производителя и способность местной системы здравоохранения использовать вмешательство. Например, когда мы принимаем решение о включении препаратов в различные ограничительные списки, да, мы все прекрасно понимаем, что у нас нет гарантии того, что на следующий день, скажем, производитель не скажет о реведерче, да, у нас не хватает наших мощностей в Европе, и поэтому мы хотим уйти из списка ЖНЛВП и перестаем поставлять препараты в это. Да, то есть насколько способна местная система здравоохранения использовать данное вмешательство. Ну, определение пределов шкалы для оценки альтернатив по набору критериев, глобальные и локальные обычно, все очень просто, от 0 до 100 переводится в… вернее, любые значения переводятся в значения от 0 до 100. Каким образом это делается? Ну вот, сейчас покажу. Вот, да, то есть, например, для нас важным является стоимость. Мы, обратите внимание, переворачиваем шкалу, да, то есть, если она стоит 0, то это максимальная стоимость 200 тысяч там рублей, вот 150 тысяч – это максимальная из сравниваемых, она оказывается сто процентов, и промежуточные будут находиться где-то здесь, то есть, если нам нужно найти, да, вот у нас где-то там, я не знаю, ну, 175 тысяч, да, вот она будет здесь, ага, это примерно у нас будет 50 процентов, да. То есть, таким образом мы получаем необходимую нам цифру. Не обязательно, чтобы функция была линейной, она может быть и вогнутой, и выпуклой, и какой хотите, да, то есть, это вы обсуждаете на этапе формативной оценки, то есть, тогда, когда вы формируете правила. Вот, затем вы, соответственно, формируете исходный компонент любой, любого анализа, так называемая матрица результативности, вот, соответственно, вот мы здесь прописали эффективность, безопасность, качество жизни, функциональный статус, удобство дозировки, цена, стоимость, эффективность или они на бюджет, ну, и, соответственно, те критерии, которые у вас есть, и необходим будет вес критерия. Ну, в качестве такого смешного примера, мало кто задумывался, что он сталкивался с многокритериальными методиками принятия решений, когда он просматривал журналы для домохозяек. Вот там вот для журнала, для домохозяек иногда бывают таблички, что нам надо бы купить. И вот так вот выглядит примерно, да, вот у нас возможные препараты, вот он быстро нагревается, вот у него там переходник, вот он ровно прожаривает тосты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, глядя на это, людям становится легче принимать решения. Иногда на этом идет установка, не обязательно проходить полностью весь этап. В том случае, если у нас, в том случае, если у нас есть там орфанные критерии, вот были разработаны, есть определенная методика даже, которая называется аналитический архитический процесс. Для него разработана специальная вот иерархия как бы набора. Вот, например, мы максимизируем, минимизируем осложнение, минимизируем стоимость. Удаст. Формируем матрицу критериев, вот таким образом она формируется после сравнения. Обязательно идут попарные сравнения. Для чего попарные сравнения? Чтобы обнаружить, что люди иногда не совсем говорят правду. То есть, люди говорят, это для меня важнее, чем вот это, вот это для меня важнее, чем вот это, и то, что для меня было менее важно, чем вот это, оно важнее, чем то, что важнее для меня. То есть, люди не всегда последовательны, И это, соответственно, можно поймать в рамках такого анализа и проанализировать. Что удобно в этом, это то, что у нас есть пакет для программы R, который называется AHP, аналитический и архитический процесс, который резко облегчает как раз создание моделей в рамках аналитического и архитического процесса. И он вам позволяет достаточно легко и менять исходные параметры, и заодно посмотреть, насколько, скажем, не совпадают данные друг с другом здесь. Соответственно, когда использовалась капор, она использовалась, ну вот такое хорошее довольно британское упражнение, когда показывали вред от использования психоактивных веществ. На первом месте, обратите внимание, стоит алкоголь, да, каннабис у нас, вот он здесь, вот он здесь, да, да, да. Героин на втором месте уступает алкоголю, героин, крэп-кокаин уступает героину, ну и так далее, так далее, так далее. Вот, использовался, наиболее часто использовалось в области онкологии, в частности в области скрининга и выбора терапии. У нас есть рекомендации по опросу экспертов и простейшие методы его выполнения, написанные и изданные в декабре 2016 года в ФГБУ ЦККМП Минздрава России. Вот, и вывод, который я хотел бы сделать, заключается в том, что ОМКАП относительно новый подход к принятию решений. Формально оценка в КВУЛИДЕЛИ тоже относится к МКАПУ. Предполагается, что методика важна для получения пациентской перспективы, я на этом детально не останавливался, но вы понимаете, это тоже можно включить. Предложено использовать при оценке орфанных препаратов и выбора между воспроизведенными и оригинальными препаратами. Есть рабочая группа iSport, посвященная МКАПРу, и, соответственно, адекватное выполнение всех первых этапов формулировки критериев и отбора альтернатив является важнейшим для успеха моделирования. Спасибо. Продолжение следует...